В конкурсе поприветствует президент Российской Ассоциации по связям с общественностью Евгений Николаевич Менченко. Евгений Николаевич, вечер добрый, вам слово. Добрый вечер, уважаемые коллеги. Ну вот глава Чувашской Республики сказал, что сложно переоценить значимость ваших коммуникаций, мы все-таки попробуем. Потому что на самом деле я считаю, что вы делаете большое дело, что в Чувашской Республике впервые вообще в стране сделан такой масштабный конкурс региональный для коммуникаторов, в котором большое количество людей, 70 участников только на первом этапе. И в общем-то то, что глава Республики лично поддерживает это начинание, то, что организует пресс-служба главы Республики, говорит о том, что действительно этому вопросу уделяется большое внимание. Может быть больше, чем в некоторых других регионах, и это конкурентное преимущество Чувашской Республики. Кстати говоря, скажу, что буквально вчера мы выпустили очередной, ну мы в данном случае не РОСО, а Минченко-консалтинг, выпустили очередной рейтинг политической устойчивости губернаторов. И надо заметить, что глава Чувашской Республики на третьем месте по устойчивости, то есть это очень высокий показатель, учитывая то, что в Приволжском федеральном округе достаточно большое количество субъектов. Ну и мы, конечно же, поддерживаем это начинание. Ряд членов исполнительного совета РОСО вошли в жюри, возглавил наш лучший специалист, первый вице-президент Российской Ассоциации по связям с общественностью Олег Полетаев, который у вас там лично сейчас присутствует. Поэтому спасибо вам огромное, потому что тот опыт, который сегодня вы приобретаете, мы будем тиражировать и рекомендовать для использования в других регионах. Поздравляю вас с тем, что вы стали пионерами для начинания не только в вашем конкретном регионе, но и начинания, которое будет потом тиражироваться во всей стране. Спасибо вам огромное. Евгений Николаевич, мы вас благодарим и приглашаем остаться с нами до конца нашей церемонии. Слово для приветствия предоставляется Дмитрию Ивановичу Краснову, заместителю председателя Кабинета Министров Чувашской Республики, министру...